Я попрошу вас достаточно подробно конспектировать и записывать хотя бы, по крайней мере, места Писания. Можно не их открывать, так мы сэкономим некоторое время, я буду читать. Если вы мне не доверяете, я не возражаю, чтобы вы открывали и проверяли меня по вашим Библиям. Итак, начинаем с Матвея 3 главы, 11 стих. Матвея 3, 11. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, и я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Меня будет интересовать вот что. Мы некоторое время тратили на то, что некоторые люди приводили одно место Писания и строили на данном месте Писания некую доктрину. И когда я просил, приведите мне хотя бы еще одно место Писания, это вызывало некоторое затруднение. Ну, у нас в аудитории такое было? Да. Окей. Теперь меня интересует, если мы одну и ту же мысль в Новом Завете встретим дважды, трижды, четырежды, это важная мысль? Да. Матвея 3 глава, 11 стих, которая говорит о чем? О том, что Еханан или Иоанн Креститель говорит о том, что придет тот, кто будет крестить. Учтите, учение о духовном погружении – это новозаветнее учение. Вы ничего подобного не встретите во времена Синайского Завета. Не существовало учения о погружении в Дух Святой. Иоанн Креститель, когда проповедует, он говорит о тех событиях, которые произойдут в будущем и аналогов в прошлом не имели. Это понятно? То есть, он говорит о чем-то очень важном. Марка, 1 глава, 8 стих. Марка, 1 глава, 8 стих. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым. Спасибо. Лука, 3 глава, 16 стих. Лука, 3, 16. Иоанн всем отвечал. Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лука, 3, 16. Иоанна, 1, 33. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Как ни странно, все четыре евангелиста вспоминают это обетование. Это важное обетование. Если ни один не упустил эту фразу Иоанна Крестителя. Вы знаете, некоторые притчи, они рассказаны только в одном Евангелии. Некоторые в двух, некоторые в трех, некоторые в четырех. Понятно, о чем идет речь? То есть, мы можем сказать, что все четыре евангелиста несколько по-разному запомнили происходящее событие. И выделяли для себя что-то, кажущееся им действительно по-настоящему важным. Но здесь все четыре евангелиста не упустили этого события. И все четверо сказали о том, что говорил Иоанн Креститель. Да? Деяние 1 глава 5 стих. Деяние 1 глава 5 стих. Ибо Иоанн крестил вас водой, а вы через несколько дней после сего будете крестимы Духом. Кто-то говорит. Сам Ишуа говорит. Ребята, я вам напоминаю, что произошло, когда был на земле Иоанн Креститель. И я говорю о том, что то, что он пророчествовал... А вы помните, каким пророком являлся Иоанн? Да, я понял, не помните. Хорошо. Говорит, рождался ли подобный Иоанн женщина? Великим, самым великим пророком был. Хорошо. Итак, Иоанн Креститель, предтеча, тот, который указал на Христа, говорил о том, что тот, на кого он указывает, есть погружающий в Дух Святой. Сам Ишуа был на земле и говорит, Иоанн Креститель водой, а вы через несколько дней будете крещены или погружены в Дух Святой. Это понятно? Отлично. Луки, 11 глава, 13 стих. Луки, 11 глава, 13 стих. Иисус говорит своим ученикам, «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие дать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Иоанна, 7 глава, 38-39 стих. Иоанна, 7, 38-39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что еще Иисус не был прославлен». Иоанна, 7, 38-39. Иоанна, 14, 15-17. Иоанна, 14, 15-17. Где Он говорит, «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Это учение самого Ешоа Мессии. Я привел вам три места Писания, которые говорят о неких событиях, достаточно важных, которые должны произойти в будущем, и Ешоа об этом сообщает своим ученикам. Скажите, достаточно мест Писания, пять которых я привел в одном случае, и три, которые я привел в другом случае. Если в восьми местах, приведенных Нового Завета, говорится о даре Духа Святого, важности погружения в Дух Святой, или этого недостаточно? Достаточно ли нам этого для того, чтобы понимать важность погружения в Дух Святой? Окей. Это не одно местописание? А? Да, 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 да. Тут достаточно много. И учтите, меня будут интересовать некоторые вопросы. Для чего мы были погружены в Дух Святой? Для чего? Для чего это надо? Для чего? Для общения, потому что он проникает в Едине, Господа и нашей Едине, и молитвы. Можно я спрошу вас сразу? Пророки того Завета не имели общения с Богом? Имели иногда. Я понял, спасибо. А вы каждый день с ним говорите, понял. Теперь два этих ответа можно сложить для того, чтобы принять силу, но сила доньется для того, чтобы быть свидетелями. Другими словами, если вы не пережили это переживание в своей жизни, значит, вы не приняли силу для свидетельства. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, кто-то мне может подсказать, когда, когда, в каком времени были рождены свыше апостолы? А нет. Итак, мы можем прочитать 20 главу Иоанна от Иоанна, 19 стих. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были запяты из опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посредине. И говорит им, мир вам. Он сказал это, показал им руки и ноги, и ребра свои ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказал это Дуну и говорит им, примите Духа Святого. Апостолы приняли Духа Святого. Куда они его приняли? Вовнутрь. Мы можем сказать, вовнутрь. Сказал это, вдунул и говорит, примите. Я могу условно нарисовать некий сосуд, в который что-то помещено. Похоже это на это? Любовь Божья излилась в наши сердца. Каким образом? Духом Святым. Он вдунул в них, и они что сделали? Приняли. Восторгает вас это переживание? Да, конечно. Это нечто, чего ранее не было. Это то, что может восхищать, восторгает нас. И говорит, вау, мы пережили такое. Дух Святой, Он внутри нас. Он сотворил из нас храм. Он живет в нас. Он поселился в нас. Если раньше Он ходил среди народа, то теперь Он ходит во мне. Он посмещен внутрь меня. Я есть глиняный сосуд. Сокровище, оно сокрыто внутри меня. Ура! Класс! Послушайте, Он сотворил во мне храм свой. Он есть внутри меня. Я его ношу внутри меня. Великолепно! Восторг! Ну и Шоу говорит, не-не-не, подождите, подождите. Это хорошо все, но это не все. Он говорит, вам еще что-то, ладно? Вам еще чего-то не достает. Подожди, Иисус. Как? Что же больше может этого быть? О чем я могу еще мечтать? На что надеяться? Что может быть больше того, что ты Духом Святым пребываешь во мне? Что я храм твой. Дух Святой обитает внутри меня. Что еще большего может случиться в моей жизни? Но если Он говорит, подождите, подождите. Никуда не уходите. Сейчас будет совершено то, о чем я вам говорил раньше. Ждите обещанного от Отца. Говорит, это еще не все. Потому что мы понимаем, что события 20 главы Евангелия от Иоанна произошли несколько раньше, чем события перед Его Вознесением, описанные в первой главе Деяния. И Он говорит им, это не все. Они сказали, ну ты что, мы можем уже расходиться. Уже все нормально. Но Он говорит, нет, ждите обещанного от Отца. Мы понимаем сейчас, о чем я говорю? Смысл понятен? Но вы примите силу. Подожди, а что, у нас нету сил? Мы апостолы, мы ходили с тобой три года. Ты поместил в нас дар Духа Святого, Он внутри нас. Что еще, сила какая-то? Ну здорово, вроде крепкие ребята, рыбаки. Ты что, какая сила? Он говорит, ну вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он говорит, до этого у вас нету силы. Вы должны пережить некое переживание, когда он сойдет на вас, то вы примите силу. А если он не сойдет на вас, то вы примите силу? Нет. Важно ли это, если столько раз, об этом говорится в Евангелиях, если Ешо говорит о том, что послушайте, вас впереди ожидают события, и вы должны их дождаться и не расходиться, пока они не произойдут. То можем ли мы сегодня сказать, послушайте, я пока, я рожден свыше, я принял внутрь себя Бога, этого достаточно для меня, больше ничего не хочу. А зачем? Это же на спасение не влияет. Серьезно, зачем мне нужна его сила, если она не влияет на спасение? Ого. Он что-то сотворил, как дар для нас, и мы говорим, зачем мне этот дар нужен? Пускай оставит себя. Как это вообще? Как вам аргумент на спасение не влияет? Понятно, о чем я говорю? То есть те люди, которые говорят, мне это не надо, пренебрегают даром Христа, утверждая, слушай, да я спасен, все нормально, больше мне от него ничего не надо. Подумаешь, он еще придумал какие-то подарки. Силу какую-то мне давать, чтобы я был свидетелем. Ну что, пускай другие свидетельствуют. Мне и так хорошо. Как вообще с этим подходом быть? На что это похоже? На что это похоже, как не на пренебрежение даром Духа Святого? Я достаточно ясно выражаюсь? Извините, может несколько резковато, но попробуйте мне возразить. Что значит, мне это не надо? Если Иоанн Креститель говорит, ребята, он с вами это будет делать, Христос говорит, я упрошу Отца, и Он это вам даст, а человек говорит, да, но мне не надо. Мы можем по-разному характеризовать это, как пренебрежение, как гордость. Мы можем разные вещи употреблять, разные слова по отношению к этому процессу, но очевидно одно, я в этом нуждаюсь. Если Бог мне даровал это, проговорил мне, это обетование принадлежит мне, и я в нем нуждаюсь, и я не могу пренебрегать этим. Я должен ревновать об этом, узнавать, искать, потому что это необходимо для меня. Он дал мне этот дар, и сказал, что он нужен, и сказал, что он пойдет на небо уговорить Отца, чтобы Отец дал мне этот дар. Это понятно? Акценты достаточно хорошо расставлены? Хорошо, поехали дальше. Итак, деяние 2 глава. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провисевать. Деяние 2.4. Что они начали делать? Говорить. Меня сейчас будут интересовать простые, ясные вещи. Откуда мы можем знать о том, что дар Духа Святого излился на кого-то? Ну, это вопрос. Еще раз. Давайте так. Мы задали вопрос, и пока не спешим на него отвечать. Мы знаем, что во 2 главе Деяний все исполнились Духа и начали говорить. Да? Отлично. Деяние 8 глава. Деяние 8 глава 14 по 17 стих. Находясь в Иерусалиме, апостол услышал, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. О! Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса Христа. Когда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого, Симон же увидев, что через возложение рук апостольский подается Дух Святой принес им деньги. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, а как он это увидел? Глазами. Глазами? Нет, ушали. Тяжело. Это иногда мне напоминает, знаете, хорошую одесские историю, которую я видел в одном кинофильме. Сидит девушка на лавочке и две женщины, одна на балконе, а другая внизу. И так, что внизу, кричит то, что на балконе. Говорит, Роза, посмотри, какая фифа. Ты слышишь, какой у нее одеколон? Она говорит, что, я глухая? Слышишь, какой одеколон? Не глухая, понятно, слышу. Итак, иногда, в общем-то, мы можем понимать, что идет речь о некотором внешнем проявлении, потому что он видел или слышал. Иначе нельзя было определить, что этот дар передается через это действие. Объясняю. Внимательно смотрите за руками. Я ему что-то передал? Откуда вы знаете? А, извините, а я ему что-то... Возможно, я и передал. Кто знает? Уже косвенные признаки появились. Сопутствующие признаки появились. Итак, в общем-то, если бы мы возлагали руки, а они, ну, все так... то мы бы знали о чем-то. Но Симон что-то увидел, говорит, слушайте, вот это я хотел бы... Ну, не его улыбку точно. А то, что вы ему... Передали. Передали. Откуда он знает, что что-то передано, если вот так ничего не произошло? Вы готовы заплатить за это денег? Я ему такое передал. Вы ничего не видите. Вы не можете судить об этом, потому что ничего явно не произошло. Ну, правда, тогда произошло другое. Возник термин. Знаете, какой? Возник термин. Называется Симония. Что это такое? Это то, что он хотел сделать Симон. Ну, Симон имел некоторое отношение к возникновению этого термина. Это то, с чем вы, ну, в общем-то, достаточно часто можете встречаться. Торговля помазанием. Симония – это торговля помазанием. Когда вы хотите получить деньги за то помазание, которое у вас есть. опасная штука. Потом он готов был вообще бесплатно, чтобы за него молились. Потому что ему такое ответили на его предложение. Он говорит, кстати, хотел вас попросить, чтобы вы помолились, чтобы ничего из того, что вы успели здесь наговорить, со мной не произошло. Почитайте внимательно. «Может быть, отпуститься телефон на сердце, но не успехайся». Понятно, да? Итак, что-то явно было передано, и это было очевидно для тех, кто это видел. Причем настолько, что готовы деньги были давать. Понятно, да? Деяние, 8 глава, 36 и 39 стих. «Между тем, продолжая путь», Деяние 8, 36-39, «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнук сказал, «Вот вода, что препятствует мне совершить погружение». Филипп же сказал ему, «Если веру, что всего сердца можно», и сказал в ответ, «Верует, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнук, и крестил его, или погрузил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнука, и Филипп восхитил ангел Господень, и Евнук уже не видел его, и продолжал путь радуясь». Откуда Филипп знал, что Дух Святой сошел на Него? Духа Святого, как голубь, исходящего с неба? Откуда? Он что-то должен был либо видеть, либо слышать. Иначе нельзя сказать, что что-то произошло. Послушайте, мои хорошие, выгляните в окно и скажите, пожалуйста, ветер есть или нет на улице? Почему вы знаете? То есть, должно быть какое-то проявление. Если есть движение, то оно каким-то образом должно выражаться, проявляться. Здесь говорится, что он сошел, и он констатирует факт сошествия, но мы должны понимать, что он может констатировать его только на основании чего-то. Понятно, да? Десятая глава. Десятая глава, 44-46 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Духа Святого излился на язычников. Они что сделали? Они сначала изумились, что дар Духа Святого излился на язычников. И написано, почему они это узнали? Услышали их говорящих. Они услышали их говорящих. То есть, если бы они не услышали, могли лили бы они свидетельствовать о том, что дар Духа Святого излился на язычников. Насколько серьезным было это свидетельство? Настолько, что это явилось основанием преподать водное погружение этим ребятам. И говорят, послушайте, а что мы можем сделать? если он их погрузил в Дух Святой, то бегом давайте их погружать уже в воду. Уже пора. Потому что, ну, он же это сделал, то кто мы такие, чтобы не дать им потребного в этой части? Они покаялись, дар Духа Святого излился, все. И на основании этого мы их что? погружают. И дальше 11 глава, где Петр, в общем-то, объясняет произошедшее. И Петру приходится давать отчет перед обрезанными, которые возмутились фактом того, что он вообще куда-то ходил и с кем-то кушал. И Петру надо оправдываться. И мы не понимаем простой части всего этого процесса, потому что мы не представляем мира, в котором жил тогда. В общем-то, Петр является частью иудейского общества. На сегодняшний день, для того, чтобы вам догадаться, о чем идет речь, я вам приведу абстрактный пример. Представьте себе, мне сказали, что в Одессе есть публичные дома. Есть, конечно, некоторые удивились, глядя на меня, некоторые сказали, конечно. Но не важно, не об этом. Сейчас идет речь. Представьте себе меня, выходящего из публичного дома. Не, подождите, не надо трогать нашего раввина, пока мы трогаем вас. Представьте, что вы видите меня, выходящим из публичного дома. Теперь скажите мне, пожалуйста, а после того, как вы меня увидите, ваш Рэбе будет об этом знать? Да, правильно, спасибо, тогда все нормально. С вами все хорошо, то есть вы, в общем-то, удивитесь. Это нормально, да? Ну, нормально, что вы расскажете Рэбе? Не, неправильно, должны рассказать. Должны, увидели, обязательно пойти. Может быть, но на всякий случай скажите Рэбе, что у меня такие планы. и так, не надо догадываться, не надо, пока мы, мы говорим, вызывает удивление, очень сильное удивление, ну, кстати, может, я купить это хотел, не то, чтобы подумали, ну, не важно. И меня после этого Рэба, в общем-то, я думаю, позовет и спросит, собственно говоря, а можно узнать, ну, так, чисто по-человечески, что ты там делал? А я ему говорю, послушай, я видел видение, я пошел туда, и все они, что сделали? И получили крещение в Духе Святом. И я их крестил, там, водное погружение сделал, всем преподал. Вот завтра все придут к тебе хором в общину. Не надо. Как это не надо? Завтра не надо. Завтра шаббат, все хорошо. Будут танцевать, петь, красота. И там написано, что, ребята, что сделали после этого рассказа? Что? Да. Еще раз, прочтите, пожалуйста, текст, не выдумывайте ничего. Упрекали ему, говори, ты каким с людям необрезанным и дел с ними. Дальше. Кто-то же начал пересказывать им, по-поятому говоря, там-то, 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 язычникам дал Бог покаяния в жизни. Так что они там сделали? Извините. Покаяние в жизни. Не, еще раз. Успокоились. Не то, что вы предполагали, да? Успокоились? Успокоились, и послали его. Да. Язычникам дал Бог покаяния в жизни. То есть, ну, нормально, аллилуйя. Все хорошо. Скажите мне, пожалуйста, а это значит, что я теперь каждый день могу туда ходить? Нет. Нет, это только, только, как Господь скажет. Да. А он, в общем-то, по тексту не говорил. И Петр больше никуда не ходил. И написано, что они, в общем-то, и не сильно собирались проповедовать язычникам. Понятно, да? Понятно, да? То есть, один раз можно было объяснить все откровением, но каждый день, думаю, что не поймут. И, в общем-то, этот процесс прекратился, на какое-то время. И дальше видно, как он продолжился. Просто прочтете до конца этой главы, вы увидите, что евреи не хотели этого делать, но некоторые другие, пойдя, проповедовали. Это не имело массового такого явления. Итак, на основании чего апостол Петр преподает им в водное погружение. Ну? И как он это говорит? Кто может запретить вести самодоль тем, которые только мы получили в поводу? Как мы? То есть, люди можем запретить. 17-й стих. Да, если Бог дал им такой же, тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил вас водой, и вы будете крещены. О каком явлении здесь идет речь? О погружении в Дух Святой. И он четко проводит параллельно. Я вспомнил, как Господь это что делал? Говорил. 16-й. Итак, если Бог им дал такой же дар, как и нам, шо? Такой же дар, как и да. А откуда он это знал? Когда же я начал говорить, сошел на них в Дух Святой, как и на нас? В начале. В начале. В начале, вторая глава. Где они? Он определил, что это одинаково. Он определил точно, что это одинаково. Он говорит, послушайте, они получили точно то же самое, что и мы получили в начале. И на основании чего? На основании говорения. Да? На основании простого говорения он приходит к выводу, что они получили точно такой же дар, как и Бог даровал им во втором видее. Здесь все понятно. Невероятная история. Невероятная история. Здесь мы достаточно просто видим, что дар Духа Святого, погружение в Дух Святой, это это то же самое. Это два события или одно событие? Одно. Значит, когда идет речь о получении дара Духа Святого, и когда идет речь о погружении в Дух Святой, идет речь не о двух разных событиях, а об одном. Но, по крайней мере, это достаточно явно видно, где в этом месте Писания. Когда же начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале, тогда вспомнилось мне слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил вас водой, а вы будете крещены Духом Святой. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, сошествие Духа Святого, дар Духа Святого, погружение в Дух Святой, одно событие. На основании этого мы можем читать в различных местах Писания и понимать, что когда здесь идет речь о даре Духа Святого, или сошествии Духа Святого, или крещение в Духе Святом, или погружение в Дух Святой, идет речь об одном и том же действии. И это действие не то же самое, что принятие Духа Святого внутрь себя в момент покаяния. Это отдельное переживание, и это переживание, первоначальное, которое происходит в жизни всех верующих, не отменяет последующим за ним события получения дара Духа Святого, погружения в Дух Святой, или излияние Духа Святого. Это понятно? Извините, я продолжу. 19 глава, 6 стих. Деяние, 19 глава, 6 стих. И когда Павел возложил руки, не шел на них Дух Святой, они начали говорить иными языками и пророчествовать. Опять, что они начали делать? Покажите мне, пожалуйста, места в Писании, где никто не видел, никто не знал, никто не говорил, они говорят, вот точно, крышлены в Духе Святом. Нету? Другими словами, я хотел бы узнать, может ли произойти такое, что человек крещен или погружен в Дух Святой, но при этом он не говорит на иных языках? Я знаю, кого я хочу получить ответ. смелее? Это что, я так не понимаю? Там был Саул, это где, извините? И что дальше? Я не возражаю, открывайте, пожалуйста, место Писания. Встреча с Саулом с Господом говорит нам о погружении в Духе Святом? Говорит, Говорит, хорошо, пожалуйста. Еще дальше? Еще раз прочитайте, пожалуйста. Это я на основании и так далее, это подобное что должен понимать. Манания пошел и вошел в дом и возложил на него руки, сказал, брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которого ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Так, да? Написано. Ну, и что? Послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Дальше! И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал и крестился. Принял пищу, укрепился и был в сау несколько дней с учениками в домах. В чем проблема? Что не написано? Что он как бы нам стал говорить. Да? Это, наверное, тот мужик, который потом не говорил, а я больше всех вас говорю на ином языке. А потом тоже не говорил. Скажите, пожалуйста, так он был крещён в Духе Святом? А на основании чего вы знаете, что он был крещён в Духе Святом? Он написан и исполнился Святого Духа. Он говорит, иди помолись, ты прозрел. А я лично знаю, потому что этот парень о себе свидетельствует о том, что он больше всех говорит на ином... Есть вариантов, никто не спорит. Подождите секундочку. Значит, вы на основании чего свидетельствуете о том, что он крещён в Духе Святом? Свидетельство Иисуса. Здесь конкретно сказал Господь, мне сказал, ты иди и исполнишь о Духе Святом. Я вообще, это фантастика. Я вам объясню, почему. Через пять минут, когда перерыв закончится. Итак, на основании чего мы можем говорить о том, что человек был погружён в Дух Святой? Он говорит. Он говорит. Понятно, да? Если бы ничего не происходило, мы не можем свидетельствовать о том, что крещение произошло. Также вы должны понимать, что крещение это некое действие, когда человек исполняется. И Христос говорил о том, что реки, воды, живой, потекут откуда? Из чрева. Другими словами, то, что находится внутри, начинает если бы внутри ничего не было, что-то бы могло происходить? Почему? Что внутри ничего не было? Да. Понятно? То есть, о чём идёт речь? Дух Святой помещается в верующего в начале, в момент покаяния. и в момент водного погружения ничего не происходит. Или происходит что? Погребение. Погребение. Воскресение. Совоскрешение со Христом. Точно так же в момент духовного погружения начинается излияние Духа Святого, который был помещён внутрь человека в момент покаяния. если там ничего нету, то ничего не будет изливаться. А если там что-то есть, будет изливаться. Если Дух Святой помещён внутрь, то он будет изливаться. Таким образом, что происходит? Он погружается в Дух Святой, и Дух Святой начинает изливаться из него. Ясно, да? Если он погружён в Дух Святой, и Дух Святой не изливается из него, произошло ли погружение в Дух Святой? Нет. Может ли человек быть погружённым в Дух Святой? Да, безусловно. Мы находимся в том месте, где среди нас Дух Святой. Мы находимся в этом месте. Это нормально? Да? Могут заходить сюда масса людей и выходить отсюда. Что, они все пережили духовное погружение? Нет. Они были в этой атмосфере, они соприкасались с Духом Святым, но они не пережили духовного погружения, крещения Духи Святого. Почему? Потому что они не исполнились, он не начал изливаться из них. Это всё равно, что в водном погружении человек зашёл в воду, а потом вышел из неё. Он принял водное погружение? Ну, подождите, он же мокрый. Он зашёл, он помочился, и потом вышел оттуда из воды. Он мокрый, всё нормально, никаких вопросов, погружение. Но он не погрузился. Окей, мы его погрузили, а он как водолаз ушёл, не совоскрес. Мы говорим, а, я ныряю, не мешаю, и ушёл. мы говорим, алё, гараж, а где совоскрешение? Он возвращается довольный и счастливый. Он погрузился вообще? Прошёл водное погружение? Нет? Мы на радостях ему помогли нырнуть. Понятно, о чём мы говорим? То есть, действия не закончена, а следовательно, оно и не достигло своего результата. То есть, если действие не достигает своего результата, то, сори, извините, не считается, не зачёт. Понятно, да? То есть, если человек не достиг состояния исполнения Духом Святым, когда Дух Святой начинает провещевать через этого человека, когда реки воды живой начинают изливаться из этого человека, если он не достиг такого состояния, он не достиг состояния духовного погружения. Две составляющие. Он должен погрузиться, и Дух Святой должен начинать его переполнять. Понятно, откуда мы можем свидетельствовать или знать о том, что он переполнился, о том, что начали течь эти потоки. Откуда? Говорение. Если он молчит, а мы ему говорим, говорим, говорим. Попробуйте. Ну, ну, а это по адресу вопрос? Это по адресу вопрос? Нет, я не возражаю, просто по адресу ли этот вопрос? Ну, да, скорее и так. Послушайте, я не вправе отвечать на подобные вопросы. И вам не советую. Ну, послушайте, я вообще не знаю ситуацию. Я должен рассуждать на тему, не зная этого человека, не зная этой ситуации, не зная всей предыстории, просто судить на основании вашего рассказа и давать вам ответ. Да? я был в церкви. Достаточно долгое время я не мог получить крещение в Духе Святом. Что сто процентов? Если вы подтверждаете то, что я говорю, или что? Да. И вот были мои духовные лидеры, которые искали ответ на этот вопрос. Я обращался к моим служителям, старшим стоящим на дыне, я обращался к моему пастырю, мы ходили все вместе. Мы даже пошли к пророку. Мы пошли к пророку. И мы когда пришли к пророку, он выслушал всю эту историю и спросил моих друзей, а вы хотите, чтобы это произошло в его жизни? Он их спрашивал. Ну да, все понятно, хотели. Говорит, ну тогда вам надо поститься. Что такое? Зачем? Вот как раз мы его не пускаем. Послушайте, я объясню в конце занятия, что происходит. Или могу посредине объяснить, как вам будет удобно. Люди зная о том, что начинается урок, демонстративно покидают класс. А потом во время урока, когда им понравится, они зайдут. Разве не было перерыва? Я специально попросил закрыть класс. Ну если они не хотят здесь быть, зачем же. Итак, они сказали, что хотят, и мы постились. И произошло. я ответил каким-то образом на ваш вопрос? Я могу рассказать о себе, о своей ситуации, но судить по вашему рассказу о чем-то или о ком-то и давать суждение, ну, вы меня простите, я, пожалуй, воздержусь от предположений, почему это так. Ну, хорошо. Здесь пока все понятно. Я думаю, что, ну, я веду достаточно агрессивно изложение этой темы, достаточно жестко расставляя некоторые вещи на те места, как мне кажется, говорит Писание. И я делаю это не случайно, потому что вы люди из разных общин, вы по-разному наставлены и научены, вы сталкивались с различными учениями на эту тему. И одно из учений говорит, послушайте, существует погружение в Дух Святой, но при этом человек, в общем-то, не говорит на иных языках, но он погружен в Дух Святой. Я говорю, да, он пережил присутствие Духа Святого в своей жизни, да, он был в этой сфере, но это действие так и осталось незавершенным, он не исполнился Духа Святого. Влияет ли это на спасение? Возможно что? Возможно влияет, а возможно не влияет, ну то есть ни да, ни нет. Определитесь, пожалуйста, да или нет. смысл Духа Святого Святого человек наблюдает, Духа Святого человек наблюдает. Хорошо. Окей. То есть вы считаете, что если вы не говорите, это влияет на ваше спасение? Окей. Нельзя. Я здесь учитель, а вы здесь ученик. Поэтому отвечайте. У нас несет место. Писание говорит, что никто не может назвать Духом Святым Господа Господом. Я прошу прощения, объясню. Вы пытаетесь взять другое местописание, которое не имеет никакого отношения к данной теме и пытаетесь, чтобы я начал разбирать это местописание. Я не буду. этого делать. Второе. Я понимаю, что я в еврейской общине. И я понимаю, что принято отвечать вопросом на вопрос. Но я вам задал вопрос, и я хотел бы услышать ответ. Да или нет влияет. Это ответ неправильный. Я надеялся, что в этом случае мы придем к единодушному заключению, что этот процесс не влияет на спасение человека. была одна доктрина. Она присутствовала у братьев пятидесятников достаточно давно. Эта доктрина говорила о том, что рождение свыше наступает в момент крещения в Духе Святом. Со знамением говорения на иных языках. Была такая доктрина. Потом братья пятидесятники разобрались и, в общем-то, отодвинули эту доктрину. И эта доктрина послужила достаточно серьезному напряжению во взаимоотношениях с баптистами. Потому что баптисты сказали, ребята, если мы не рождены свыше, то мы же и не братья тогда. Но если вы считаете, что рождение свыше происходит в момент погружения в Дух Святой со знамением говорения на иных языках, а мы не говорим на иных языках, то мы, значит, и не рождены свыше, значит, мы и не братья. Вот. Получился легкий конфуз. Поэтому это неправильно. И мы разделили два переживания. Рождение свыше, когда дар Духа Святого помещается внутрь верующего. Мы разбирали 20 главу Евангелия от Иоанна, когда Христос говорит апостолам, примите Духа Святого. И они приняли внутрь себя Духа Святого и были рождены свыше. Это понятно. Но этим же людям он говорит, ребята, ждите обещанного от Отца. Еще предстоит одно переживание. Да? Это два отдельных переживания. И вы считаете, что рожденный человек свыше не наследует спасения, потому что он не погружен в Дух Святой? Не так. Согласен, что человек исповедующий Иисус Отечественного Господа не стоит и действительно рождает. Вы просто задали вопрос. Выезжает ли это? Конечно, Если бы вы задали, является человек спасенным, то нет, это не свидетельство. А вот въезжает очень опасная история. Нет, конечно. Нет. Нет, нет, нет. Еще раз внимательно услышьте меня. Мы говорим о нашей вере. И вы меня простите. Я верю в то, что наши братья-баптисты, несмотря на то, что они не принимают дар Духа Святого и не крещены в Духе Святом со знамением говорения на иных языках, я верю в том, что они А. мои братья, Б. они спасены. Поверят. А вы говорите, не-не-не, погодь, влияет на их спасение тот факт, что они можно напрямить. Пожалуйста, но это... Я прошу прощения. Это, ну, я бы сказал, очень опасное заявление, так, чтобы вас не обидеть. Вам Дух Святой открыл, что они не спасены? Я спрашиваю, вам Дух Святой открыл? Вы Бог? Пожалуйста, после этого не отвечайте на вопрос, кто является спасенным, а кто нет. Даже если они неправильно ответили на какой-то ваш вопрос. Не наша прерогатива судить о том, человек спасен или нет. Для меня достаточно, что он исповедует Иисуса Мессию своим личным Господом и Спасителем. Живет святой и праведной жизнью. И я думаю, что поэтому он будет спасен по его вере. И не мое дело задавать ему вопросы, не на основании его ответов доктринальных судить о его спасении. Я ясно выразился? Окей. Поэтому я верю в то, что и наши православные братья, которые верят в Иисуса Средства как своего личного спасителя, живут чистой, святой и праведной жизнью, они спасены. Аналогично и про католиков могу сказать то же самое, и про методистов могу сказать то же самое, и про других верующих христиан. Вне зависимости от того, в каком вероучении они пребывают, крещены ли они Духом Святым со знамением говорения на иных языках или нет, это не мое дело. Я верю в то, что они спасены. Если они веру сохранят то и все остальное не мое дело. поэтому мы можем сказать вера и праведная жизнь влияют на спасение. А крещение или погружение в Дух Святой со знамением говорения на иных языках не влияет на спасение, потому что если вы погружены в Дух Святой, знамения говорения на иных языках присутствуют, но вы грешник, извините, вот это будет влиять на спасение. Жизнь, в которой вы живете, будет влиять на спасение, а погружение в Дух Святой, извините, такие нет. Понятно? Если мы говорили о погружении в водном, которое может влиять на спасение только в том случае, если человек его отвергает, да, тогда влияет. А во всех остальных случаях, извините меня, нет. Но если люди научены и наставлены по-другому, что Бог их отправит в ад, но они так научены, не наставлены так, и они так верят, но не верят они так, как мы. И что, поскольку они не верят так, как мы, что их надо в ад отправлять? Не влияет. Да, поэтому, если мы в первом случае с оговорками говорили, что водное погружение может оказывать влияние на спасение, то в втором случае мы говорим, нет, не оказывает. Понятно, да? Согласны вы? Вы, я так понял. А второй вопрос? Особое мнение? Окей, все, окей, хорошо. Ну, в чем-то мы пришли к общему знаменателю. Это влияет на наши отношения к некоторым людям, на наши суждения относительно некоторых людей, и поэтому, в общем-то, я советую вам никогда не судить о чужом спасении. тем более основывается на факте того, что они не погружены в Дух Святой. Да, это ценное переживание, необходимое, драгоценность, которой верил нам Бог. Да, это все да, аминь. Но люди могут его отвергнуть. Они отвергают этот дар, не понимая из-за научения, в котором мы не были, из-за недостатка веры, ведения, разные аспекты. Но они искренне верят, что Ишуа умер за них. Они христиане, и Бог будет спасать их на основании их веры. Аминь? Ну, смелее. Аминь. Я про дела хоть слово сказал. Я хоть слово сказал про дела. Я говорил, на основании их веры. Вера, она должна основываться, извините меня, на чем? Я прошу прощения, мы действительно прекратим этот разговор, потому что он проходит не совсем в правильном русле, и не совсем этично. Нарушаются условия. Я говорю, о вере, вы вдруг решаете говорить о делах. Я, как мне казалось, достаточно корректно говорил о вере и праведной и святой жизни, которая должна истекать из веры этого человека. вы выводите новые условия, дополнительные и начинаете рассуждать на тему, о которой мы вообще не собирались рассуждать. Поэтому мы действительно прекратим общение в этом русле. Итак, вне влияет. это очень важный момент, который вы должны для себя отметить, что эта часть не влияет. Понятно, да? Вопрос. Для всех ли верующих существует или предназначен дан говорение на иных языках? Вопрос. Для всех ли верующих предназначен дан говорение? Еще раз. Я прошу прощения. Вот все было хорошо без уточнения. Еще раз. Для знамения дан дар А для чего? Отлично. Значит, не для знамения. Хорошо, окей. Вот поэтому эту часть можно спокойно опустить. Итак, для всех ли верующих предназначен этот дар? Да. На будущее я не спрашиваю, как он думает. Да, а вот я понимаю, я же вас об этом спрашиваю. Да. Да. Если все сказали да, то один должен просто сказать нет или что? Еще раз, только медленно так он смотрит, говорит, что, нет? Вы хотите знать мой ответ или ваш? для всех верующих предназначен дар Духа Святого даром, да, дается даром, погружение в Дух Святой со знамением говорения на иных языках. Для всех все, спасибо, окей. невероятно. Вообще, первый раз за всю историю все сказали да. А, кто-то сказал подумает. Хорошо. Итак, все ли его получили? Нет. Его все получили, но не все приняли. Все получили, а не было. Что вы так смотрите на меня? Я же вообще ничего не спросил практически. Я просто сказал, все ли его получили? Это же не было утверждением, это же был вопрос. Я же ничего страшного, плохого не спрашивал, что вы так на меня смотрите. Откуда вы знаете об этом? Откуда вы знаете о том, что все получили? Откуда вы знаете, что он предназначен для всех? Ну, послушайте, вы же что, не помните с чего мы начинали? Мы начинали с представления. Ваше представление должно иметь основание. Где? А вы думаете, что сейчас время задавать вопросы? Нет, вы спросили. Да, это вопрос, да. Откуда вы знаете? Ну? Ну, сами. Отлично. Ну, и? Говорили в Евангелии, что я буду крестить вас в воде, а он будет крестить и все да. И что дальше? Хорошо. Еще место? Ждите. Ну, отлично. Это ученикам, но не факт, что все получили или все получили? А в будущем? Спасибо, мое. Спасибо. 16-го глава Марка, которая говорит нам о том, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать сии знамения, именем мы будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. удивительно, на основании свидетельства отцов церкви мы можем констатировать факт, что все верующие первоапостольской церкви говорили на языках. этот дар, он с течением времени начинает угасать в церкви. И практически к четвертому веку полностью, практически, то есть, он не исчез вообще, но в большинстве случаев верующие перестают говорить на иных языках. И мы можем сказать, что с тем, что еврейская составляющая в церкви начала угасать, начал угасать и Дух Святой. Проявления Духа Святого становились все меньше и меньше. Понятно, да? Не еврейские проявления, а еврейская составляющая. Да. А как вы считаете, когда будут гнать евреев, то Бог, он будет радоваться? Он будет обильно проявлять себя среди тех людей, которые гонят евреев? Ну, я разве чего-то не сказал. Как вы думаете, та церковь историческая, которая говорит, что мы не будем праздновать праздники вместе с жидами, там будет, а в обильной мере, изливаться Дух Святой и проявляться Дух Святой? Там церковь, которая будет гнать и уничтожать евреев. В этой церкви будет в обильной мере процветать плоды Духа Святого? Послушайте, Бог, как это ни странно, любит евреев. И обетование, данное Аврааму, до сегодняшнего дня действует. Благословляющих тебя благословлю, а проклинающих тебя прокляну. Интересно, его проклятие будет выражаться в обильном излиянии даров Духа Святого? Или в их отсутствии? Понятно, о чем мы говорим? На протяжении всей истории церкви явление гласолии или говорения на ином языке присутствовало в церкви. В достаточно малой степени, но всегда оно присутствовало. Сначала в обильной мере, потом меньше, 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 и мы знаем, что в последнее время это явление набирает массовость. Вы знаете, что в католической церкви существуют католики-харизматы? Их несколько миллионов. Я прошу прощения, вы не поверите. Они говорят на иных да, представляете? меня интересует, вопрос, простите, во время говорения на иных языках, кому они молятся? Или что вас интересует? Так, что вас всегда интересует? Они католики, еще раз. И что дальше? А чего я не так сказал? А что не так? А в чем проблема? А? Что-то проблема в чем-то? Еще раз. Я прошу прощения. Давайте мы опять своими представлениями, которые вы себе нарисовали в голове, не будем все портить. мы тут недавно говорили, что католики вообще наследуют спасение. Вы не помните это? И православные заодно тоже. Послушайте, мои хорошие, Бог смотрит на сердце человека, на его веру, а не на то, как вы это воспринимаете. Ваше восприятие оставьте при себе. Еще вот там вот написано, говорит, слушай, а вот это он делает, а с нами не ходил, что-то непорядок, не такой, как мы, а что это он этим занимается. Что вам сказали тогда? Говорит, это не ваше дело, вы следуйте. Вот и все, вот на этом сосредоточьтесь до сегодняшнего дня. Вот то не ваше дело. Кому они молятся, как они справляют службу, какая у них литургия, он с ними разберется. Хорошо? Понятно, да? Итак, я скажу, буквально миллионов сто их так вот есть молящихся на ином языке. И это явление набирает силу. Послушайте, удивительные вещи. Я когда был в Польше, я недалеко жил от костела, я с утра вот решил зайти в костюм. А я не видел никогда такого. Вот в церквях, верите, никогда такого не видел. А у них стоит очередь в костюме. Молодых людей, молодых людей, молодых людей, студентов, ну там недалеко институт по совместительству, на покаяние. Я такого не видел. Вот я не видел, чтобы у нас в шаббат стояла очередь молодых людей исповедовать в своих грехах. А у них это каждый день. Так это неверующие люди, да? Или у них есть что-то, чего может быть у нас не достает. Понятно, да? Поэтому послушайте, пускай они следуют за Богом и нам бы неплохо за ним следовать. Итак, разобрались немного? Это понятно? На основании чего мы знаем о том, что они крещены или погружены в Дух Святой? Говорение на единице. Итак, предназначено для всех принимают не все. Это понятно? Отлично! Если это все стало так понятно, то теперь будет нам неплохо разобраться с 14 главой первого послания Коринфян, как вы уже догадались. Эта глава вызывает достаточно много вопросов. достаточно много вопросов возникает при прочтении этой главы. И поэтому я решил, неплохо было бы нам взять и просто ее прочитать. Так, нормально будет? Итак, начнем, как вы догадываетесь, с какого стиха читать? с первого правильно догадываетесь. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовным, особенно же о том, чтобы пророчествовать. скажите мне, пожалуйста, а дар пророчества предназначен для всех верующих? Написано. Как я люблю. Вы мне не подскажете, где? Где написано? Вы меня простите, что все должны. я понял, это хорошо, это от души я бы сказал. Да, пожалуйста. Да. Да. согласен. Скажите, пожалуйста, и все будут пророками? Там написано. А я спросил, все ли имеют дар пророчества? А как я спросил? Все ли имеют дар пророчества? Все ли могут пророчествовать? Да. Все ли имеют дар? А в чем разница? Так есть разница или нет? Скажите мне, пожалуйста, все ли могут пророчествовать? Да. А все ли имеют дар пророчества? Почему? А почему все не могут этого делать? Почему все не могут быть пророками? это в этом решении? Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному пророчества, не всем. Все ли могут пророчествовать? Да. Но все ли получили дар? Я думаю, что должно быть отдельное занятие по поводу даров и разницы между проявлением Духа Святого, выраженным в пророчествах, и даром пророчества, или другим духовным даром. Ведь если я возьму, извините, можно, ничего страшного, если я подарю кому-нибудь. Спасибо. Если я возьму ручку, я потом заберу, чтобы никого не обидеть, ну, предположим, гипотетически, и подарю ее вам. Берите, не бойтесь, не бойтесь, это чужая. Итак, я предупредил, тихо, не сбивайте меня. Вы можете пользоваться этой ручкой? А когда вы можете это пользоваться? Когда вы хотите. Почему? Потому что этот дар, который вы получили, он принадлежит вам. Когда вы пророчествуете, вы пророчествуете тогда, когда Дух Святой вам дает. А вы можете пророчествовать. Никаких проблем нет. Но пророк пророчествует в любое время, потому что он имеет дар, которым он может пользоваться по своему званию. И написано, что Духи пророческие, они подчиняются к кому? Понятно разницу? Поэтому все ли могут? Да, все могут. Бог может использовать любого человека. Но все ли пророки? Нет. Понятно, разница ясна? Отлично. Если ясно, то читаем дальше. Итак, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте о дарах. Но значит ли это, что каждый из вас получит этот дар? Каждый может ревновать. Почему вы не имеете? Потому что не просите. Ну, или не ревнуйте. То есть, апостол Павел поощряет людей, что делать? Ревновать. Особенно о том, чтобы пророчество. Пророчество удивительная вещь, но это в другой раз. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом. Скажите мне, пожалуйста, понятно, что здесь говорится о явлении под названием говорение на языках или говорение на их языках или о том, что произошло во второй главе Деяния. что нет? Хотя, наверное, одинаково. Не об этом говорится, хотя одинаково. Еще раз. Скажите мне, пожалуйста, здесь говорится о знамении говорения на иных языках. Нет, о чем там говорится? Кто говорит? Это какой язык? Который никто не знает? Кто-то понимает? Никто не понимает. Все нормально. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а вы простите, молитесь на иных языках? Ну, так, чисто да, а понимаете? А сосед справа, слева, может быть, понимает? Простите, а этот дар когда вы получили? Ну, так, чтобы не просто интересно. Спасибо большое. При погружении в Духе Святом. Все, отлично, спасибо, вы помогли нам, мы не будем разбираться со временем. Да. А вторая глава Деяния описывает, какие события? Опять вы не поверите, тема же называлась погружение в Дух Святой, да? Итак, другими словами, мы можем сказать о том, что погружение в Дух Святой, оно сопровождается говорением на или других языках понятным окружающим. Но что вызвало явление, удивление у окружающих, потому что они были уверены в том, что эти ребята не могут знать того языка, на котором они говорили. В общем-то, как ни странно, оба явления являются сверхъестественными. начали ли вы вдруг говорить, вы английский, кстати, знаете, французский, испанский, японский, вы представляете, вы начали говорить на японском языке, вдруг, мы все, как вы договадываетесь, шок, это не совсем удачное слово, предродовое, по-моему, состояние коровы, поэтому думаю, что вы в нем навряд ли можете находиться, ну, вы слегка удивитесь, да, ну, слегка, буквально чуть-чуть тут все будут удивлены, да, но согласитесь, не менее удивительное ваше говорение на языке, которого тут ребята тоже не понимают, ну, не будем говорить степень удивления, которую вызовут, если вы заговорите на японском, думаю, что они удивятся несколько сильнее, чем от вашего говорили на ином языке, но по сути это два события и оба из них сверхъестественны, они неестественны, и мы видим, и что для нас очень важно, потому что, ну, некоторые утверждают, они же, ну, обязаны говорить на языке, который понятен, что подобного, написано непонятно, говорит, никто не понимает, что-то говорят, но при этом извините меня, никто не понимает, и здесь не написано, что если ты говоришь на том языке, который никто не понимает, должен молчать, там так написано? Нет, здесь есть некое объяснение того, что происходит, хотя является сверхъестественным, непонятным, но все равно происходит, и очевидно, что это событие сопровождает тех людей, которые были погружены в Дух Святой, и является тем знамением, которое может с уверенностью быть воспринято как погружение в Дух Святой, что эти люди пережили это погружение, на основании чего мы знаем? на основании того, что они говорят на том языке, который не является извините родным для них, но кому-то понятен, или они говорят на том языке, который окружающие, простите, не понимают. Это понятно? Некоторые люди с удивлением узнают, что тот язык, который у них есть, вдруг попадается человек, который понимает, то, о чем они говорят. Такое тоже бывает. Люди говорят на каком-то языке, но приходит человек, говорит, я понимаю, что этот человек говорит. Бывает. Но при этом неважно, понимают окружающие или не понимают, идет речь о сверхъестественном событии, которое сопровождает людей верующих. В данном случае это событие, когда они молятся и никто при этом не понимает. И это ничуть не смущает апостола Павла, который объясняет им порядок, который должен присутствовать в богослужении. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. Это некий духовный язык, и из этого места вполне очевидно, что не может напрямую следовать, что сам говорящий в курсе. В общем-то, он тоже может быть не в курсе, потому что он говорит духом святым. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, да, тот что делает? Как он назидает себя, если он не понимает? Вообще, послушайте, он говорит на незнакомом языке, а при этом что делает? Назидают это, ну, или строят, или созидают себя, что-то с ним происходит, а при этом что? Не понимает. Ну, да. Ну, действительно, согласен. А кто пророчествует, тот назидает церковь? Скажите, пожалуйста, а в какой части написано, что если ты назидаешь себя, то нельзя это делать в присутствии кого-то? Еще раз. Ну, до сегодняшнего момента, вот до того, что мы дочитали. Написано, что, извините, нельзя это делать в присутствии других людей? Пока нет. хорошо. Желаю, чтобы все говорили языками. Он говорит, мое желание, чтобы все говорили. Он хороший мужик. Он добрый. Он понимает, что если вы молитесь и назидаете себя, то он, в общем-то, должен хотеть, чтобы вы молились и назидали себя. Ну, вам хорошо. А Павел же переживал за этих ребят, которые в Коринфе. Они же были дети его, церковь, которую он насадил. Он говорит, я хочу, дети мои, чтобы вы себя назидали. Говорит, потому что я понимаю, что вы нуждаетесь в том, чтобы быть назидаемыми. Поэтому я хочу, чтобы вы молились, на языках. Ну, все же просто. Да, так он что, против говорения на языках? Он говорит, я хочу, чтобы вы все говорили. Я говорю, хочу, чтобы вы все говорили. Но лучше, говорит, хочу, чтобы все говорили, но лучше, чтобы вы пророчествовали. То есть, если вы пророчествует, то можете не говорить? Не получается, да? Он говорит, хочу, чтобы вы все говорили на языках. Но, говорит, классно будет, если при этом вы еще будете что делать? Пророчествовать. Потому что пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Говорит, ну, ребята, вы меня простите, но тот, кто говорит пророчество, что он превосходнее. Почему он превосходнее? Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Он говорит, пророчествующий превосходнее, потому что назидаются другие. Вот в чем превосходство. Но это превосходство отменяет нужду мою в назидании меня. Да, я еще больше нуждаюсь в том, чтобы говорить на чем? На иных языках. Чтобы назидать себя. Хорошо, говорит, если все будут пророчествовать, церковь получит большее назидание, но отменяет ли это личное назидание? Поэтому Павел говорит, хочу, чтобы вы все говорили на языках. Понятно? Пока мы не видим здесь запрета говорения на языках, мы не видим ни индивидуального, ни публичного. Это понятно? Продолжаем разговоры. Мы продолжаем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам, 14 главу. Итак, желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчество превосходит того, кто говорит языками. Разве он притом будет изъяснять, что церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомом языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясню вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Это вопрос. В этом вопросе содержится ли запрет так делать? Нет. Он просто спрашивает, слушайте, а какой мне смысл приходить к вам и говорить таким образом? Если я при этом буду, что? Я при этом... Я не изъяснюсь. Ну, со мной что будет? Если я говорю на незнакомом языке, что я делаю? Назидать. Он говорит, я-то лично буду что? А вы, ребята, извините. Ну, вот так получилось, что я приду к вам, сам буду назидаться, вы будете на все это дело смотреть, завидовать, а назидаться не будете. Здесь он говорит о том, что будет происходить, если он так делает. И говорит, ну, вообще, какой смысл тогда? Мне приходить к вам, если я буду сам себя назидать, и вы, собственно говоря, ничего понимать не будете. Он говорит, и бездушные вещи издают звук, свирели ли, гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? То есть, кому это надо? Если труба издает неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? То есть, труба должна тоже призывать к чему-то. И если она издает некий звук, никому неизвестный, никто не может знать, знать, что это делать с этим звуком. Итак, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Но при том, что вы будете говорить на ветер, с вами что будет происходить? Говорится о том, что вам-то будет хорошо, а другим пользы? Не то, что на ветер бесполезно. Не значит о том, что если вы так будете делать, то никакой пользы и вам от этого не будет. Потому что в начале он сказал, что вам-то от этого будет, ребята, польза. Вы будете назидать себя. Вот с другими будут проблемы. А с вами все хорошо. Понятно пока, о чем идет речь? Окей. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одной из них нет без значения. Но, если я не разумею значение слов, то для говорящего я, и говорящий для меня чужие странницы. Здесь идет речь не о том, что вы тайно говорите Богу. Не о том, что вы назидаете. Здесь идет речь, говорят, ребята, если кто-то ничего не понимает, если я чужие странницы для вас, а вы чужие странницы для меня, то мы из этого общения ничего, извините меня, не вынесем. Вы говорите, ну вы же должны понимать простую вещь, что вместе мы, если будем друг с другом общаться на языке, которого вы не понимаете, и я не понимаю, к чему придет наше общение? Представьте себе, я прихожу в класс, и вместо здрасте начинаю давать вам послание 45 минут на незнакомом для вас языке, потом говорю, я отлично вообще назидался, большое спасибо, до свидания, и ушел. Вы думаете, вот это научил. Вот это научил именно. Моща, откровение, ничего не понятно. Здесь говорится о простых вещах. Он говорит, послушайте, когда вы сходитесь вместе, если вы так будете делать, вы друг для друга, простите меня, чужие странцы, никто ничего не получил, никто ничего не понял. Причем, мы смеемся, но в некоторых церквях были такие прикольные ребята, которые видят друг друга, начинают давать послание на языках. То есть, один, и второй ему ответил, они обнялись, разошлись, все хорошо. Ну, лично я, ну, я бы ничего не понял. Если бы мне вот так вот, я скажу, чего, чего? Ну, то есть, мне бы было интересно, что это за иностранец, который ко мне вот так обращается. Лично я, честно, ну, я не понял, я бы попросил его как минимум истолковать. Понятно, да? Перевести. Так и вы, он говорит, так, теперь объясняю. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Сначала он говорит, ребята, хочу, чтобы вы говорили все на языках. Говорил? Говорит, хочу, чтобы все говорили на языках. Почему? Потому что это хорошо для вас. Но я, говорит, хочу так же, чтобы вы обогатились всеми духовными дарами, для того, чтобы быть полезными на церкви. Не только думайте о себе, но думайте и о других. Но мысли о других отменяют духовные практики, которые существуют для меня. Нет. Окей? Пока я об этом. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре... Что он только что сказал? Он говорит, потому молящийся... Он говорит внимательно. молящийся на незнакомом языке. Значит, он не отвергает при этом практику моления на ином языке без... Он говорит, если ты и молишься на ином языке, то к этому нужно еще присовокупить молитву, о чём? О чём? О истолковании. Для чего тебе нужно присовокупить эту молитву о даре истолковании? Для того, чтобы быть полезным не только себе, но и церкви. Ну, простите меня, мои хорошие. Значит, я могу молиться в церкви и просить в церкви же о даре... Или я не имею права молиться в церкви? Имею. Он говорит, пожалуйста, молись. Ты можешь молиться дома и молиться о даре истолковании, но здесь не очевидно, что существует запрет на моление в церкви. Он говорит, пожалуйста, молись. Но при этом молись и о даре истолковании. Понятно, о чём я иду? Мы иногда встречаемся с учением, которое говорит, так, ребята, вы не имеете права молиться в церкви на языках, потому что вас никто не понимает. А я молюсь на ином языке и молюсь о даре... Имею я право молиться в церкви? Понятно? А если я не буду молиться на ином языке, о каком даре истолковании тогда идёт речь? Что вы будете истолковать, если я не буду молиться на ином языке? Значит, я могу молиться на ином языке, но Павел говорит, послушай, если ты так делаешь, то молись и о даре... Значит, простите, из текста не видно запрета молиться на ином языке в церкви. Или вы увидите этот запрет? Пока я не вижу. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя мой дух и молится, но ум мой остаётся без... Я тут говорил с одним человеком недавно, который говорил, что если я молюсь на незнакомом языке, то окружающий меня не понимает, но я-то должен себя понимать. А из текста очевидно, что не должен. Очевидно из текста, что не только окружающий тебя не понимает, но и ты при этом ничего не понимаешь. Он умер. Ну, там так написано. Если в первом случае, ну, можно было придраться к тексту и сказать, ну, да, тут написано, что никто тебя не понимает, но ты-то сам-то понимаешь, то в этом тексте явно, что и ты не понимаешь ничего. Понятно, о чём у него речь? То есть, читая первый текст, можно... Ну, я же просто общаюсь иногда с людьми. Они говорят, послушай, тут написано, что ну да, никто не понимает, но сам-то он понимает. Нет, и он сам тоже не понимает. Ну, так там написано. Что ты делаешь это, но при этом твои мозги остаются без понимания. Так там написано или нет? Но при этом всём это упражнение тебя назидают. Ну, оно духовное и очень непонятное. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, хотя дух мой и молится, но ум остаётся без плода. Что же делать, ребята? Он спрашивает, вот картинка, вот номер. Он говорит, что со всем, что я наговорил, только нам нужно делать. Он говорит, так, стану молиться духом. Стану молиться и... Когда он молится духом, он не молится... Он же ничего не понимает. Ни он не понимает, ни окружающие не понимают. Он говорит, я буду так делать. Но кроме того, что я буду молиться духом, я буду молиться и... Омом. Буду петь духом, буду петь и умом. Потому что, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет при твоём благодарении. Он говорит, очень интересную вещь. Вопрос не в тебе, а вопрос в том, кто стоит. Говорит, парень, проблема заключается в том, что сосед не сможет сказать аминь. Проблема не в том, что ты будешь молиться. Проблема не в том, что ты не будешь понимать. Проблема не в том, что он не будет понимать. Проблема в том, что он не может сказать аминь. Понятно, да? Потому что он не понимает, что ты говоришь. Ну, понятно, ты сам-то не понимаешь. Как ему понять? Ты хорошо... Ого. Говорит, ты хорошо делаешь. Говорит, ты вообще нормально. Ты помолился, ничего не понял. Сосед сказать Амин тоже не может. Говорит, ну как ты это сделал? Как ты поблагодарил? Классовщик. Говорит, ты хорошо делаешь. Ты хорошо благодаришь. Почему ты хорошо благодаришь? Потому что ты благодаришь Духом Святым. Поскольку ты это делаешь Духом Святым, то ты это отлично делаешь. Ты хорошо это делаешь, и это полезно тебе. Ты хорошо благодаришь, но другой при этом... Ты назидаешься. Ты назидаешься, а другой... Нет. Благодарю Бога моего. Я более всего вас говорю, вот скромный апостол Павел. Я тебе скажу, что его скромность позволила ему написать большую часть посланий Нового Завета. И он неплохо потрудился, может быть, на основании этого он так утверждает, ты когда с ним встретишься, спросишь, откуда он знал, что он это делает лучше, чем ты. Но пока мы читаем его послание, а не он наше. Ну, как-то так. Итак, он говорит, что он, несмотря на то, что он, в общем-то, как я понимаю, пророчествовал, назидал церковь, насаждал церковь, он при этом сам лично говорит, ребята, я впереди планеты всей, относительно помолиться на языках. Зачем? Послушай, Павел, зачем тебе это, если ты пророчествуешь, насаждаешь церкви, поливаешь их, окучиваешь, плод твоего служения, такой, что в Иерусалиме в курсе дела, чем ты занимаешься. Ты в Антиохии, а они в Иерусалиме знают, сколько церквей ты находил, насадил, что те, кого ты, насадил, хвалят теперь Бога за тебя, того, который раньше гнал церковь, а сегодня насаждает церкви, взращивает церковь, поднимает, зачем тебе это? Говорит, ребята, я нуждаюсь в этом, я больше всех вас, говорю, на языках. Казалось бы, ему-то зачем? Но он делает на этом, как мне кажется, некий акцент, говорит, что я благодарю Бога моего, я больно всех, говорю языками, но в церкви хочу, говорит, я, ну, больно всех, но в церкви хочу пять слов сказать своим умом, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Он говорит, желание моего сердца назидать вас, но это ни в коем образом не отменяет мои личные практики говорения на братья. Не будьте дети умом, но на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, иными языками буду говорить народу моему, «Ну и тогда не послушайте меня, говорит Господь». Итак, языки суют знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же для неверующих, а не для верующих. Ну, тут вроде как все понятно. Языки суют знамения не для верующих. Все понятно? Потому что сейчас будет с точностью наоборот. Готовьтесь. Или вы уже прочитаете следующий стих. Пока он говорит достаточно странную фразу. Он говорит, ребята, пока, чтобы вы в курсе дела, языки – знамения для неверующих. А пророчество как раз наоборот. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить на незнакомых языках, и войдут к вам, не знающие или неверующие, то не скажут ли вы, что вы беснуетесь? И вот на этом стихе погнали наших городских. Мы вам сейчас расскажем, как вы делаете неправильно. Понятно, да? Ну, я думаю, что вы встречались с такими, когда говорят, как? Да вы беснуетесь, если вы молитесь все на… Но дело в том, что ни в одной церкви, которая мне известна, не происходит таких событий, как описаны там. Еще раз, только медленно. Кто из вас встречал церковь, в которой такое происходит? Мы видим часть служения, во время которого вся церковь молится на иных языках. Это мы видим. Но это не то, что там написано. Вы, когда сходитесь вместе, выходят в ведущие собрания и молятся на каком языке? На ином. На ином? А можно так, чтобы он вообще на обычном не молился? А там написано? Там что написано? Если церковь сойдется вместе, то есть там говорить другого языка. То есть сердце. Там так написано. Что вся церковь сойдется, и вся церковь… Что начнет делать? Я бы тоже пришел в такую церковь и сказал, где мои вещи? Что тут происходит? Вопрос не в этом. Нет понимания происходящего. Все сошлись и все… Где вы такую церковь встречали? Где вы видели такую церковь? Нигде. Где вы видели такую духовную практику? Когда вся церковь сошлась, и вся церковь говорит, такое не происходит. Выходит человек, который может начать молитву свою на ином языке, но потом он продолжает… На каком языке? Когда мы говорим, послушайте, сейчас мы будем молиться вот об этом. Ведущий говорит, о чем он будет молиться. Да, вообще соглашается. Окей, мы будем молиться. И на это мы можем сказать что? Аминь. Почему? Потому что мы знаем, о чем мы молимся. Мы даем возможность Духу Святому ходатайствовать на ту тему, о которой мы согласились молиться. Но это не значит, что он вышел, говорит на незнакомом языке, все послушали, сказали… Аминь. Потому что выше говорится, нельзя сказать аминь, ну мы не понимаем. Ты хорошо делаешь, но аминь сказать? Не могу. Но мы видим всегда иную практику. Ведущий говорит то, что происходит. И ведущий молитву всегда говорит то, о чем мы соглашаемся молиться. Поэтому это местописание говорит не о том, какая практика происходит в новозветных, ну, харизматических общинах, или пятидесятнических общинах. Я не встречал таких общин. И если мы когда-нибудь встретим такую общину, да, действительно, мы скажем, ребята, вот об этом говорил апостол Павел. Вот так поступать не стоит. Когда вся церковь сходится, ну, надо объяснять народу, что происходит. В противном случае действительно выглядит страновастенько. Но я могу сказать, неверующему человеку, послушай, дружище, да я говорю на незнакомом языке, это знамение от... Он сказал, вау. Вау. Мужик, ты что? Но какое это знамение будет для вас, если скажите, ну, да, я тоже говорю, и что-то. Понятно, о чем у него речь? Он говорит, это суть знамения, невероятная вещь для кого? Для тех, кто не знает. А для тех, кто знает, кто в этой теме, говорит, ну, да, мы знаем, мы сами, что? Такие же, как ты, дружище, не расслабляйся, все, такие же, как ты, все мы. мы тоже молимся, Но для человека, который в это не верит, это является чем-то странным, чем-то необычным, чем-то сверхъестественным, чем-то удивительным. А для верующего, который этим даром обладает, вы его сильно удивительным. Понятно? О чем он говорит? Но если вы пророчествуете, вы хотите, чтобы я вам попророчествовал? Мир вам, брат. Шалом, шаббат. Я вам пророчествую, шаббат, шалом. Пусть мир Божий, который превыше всякого массы предает сердце ваше помышление во Христе Иисусе. Это пророчество. Нормально? Вы же хотели, чтобы я попророчествовал? Понятно, о чем я говорю? Мы хотим слышать слова от Бога. Они нас восхищают. Я, кстати, не шутил. Как-то он зашел в себя. Вернитесь. Понятно? Понятно? Вырваны из контекста место, которое прицепляется к тому, как люди воспринимают наше служение, не совсем соответствует тому, что здесь написано. Но когда все пророчествуют, и войдет кто-то неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. Но это прекрасная картина. это прекрасная картина. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет истинно с вами Бог. То есть есть две части, о которых говорит Павел. Павел говорит не только о том, чтобы было обращение на языках, чтобы присутствовала молитва на языках, но чтобы в собрании было пророчество и истолкование, и верующие люди об этом молились, ревновали и просили, чтобы картина выглядела не только в таком виде, но еще и в пророчествах, назидании и истолковании. Понятно? И одно не исключает другого. Если вы будете молиться на языках, ревновать истолкование и пророчество, то вы придете к картине, которая выглядит таким образом, что всякие неверующие, войдя, будут обличаем Духом Святым. Это вторая часть, но она невозможна без первой части. Отрицание и говорение на иных языках, духовные дары, которые отрицаются, вам не дадут возможности прийти к состоянию, когда все будут пророчествовать истолковывать. Почему? Потому что прежде этого должна быть молитва на ином языке. если нет этой части, если человек не практикует моление на ином языке, то навряд ли он будет практиковать дары истолкования. Понятно, о чем я говорю? Я сказал, навряд ли. Бог сверхъестественным образом может дать любой дар любому человеку. Это ответ на ваше замечание. мы можем сказать скорее всего, чаще всего, но мы не можем говорить, как Бог себя обязан вести. Он Бог. В общем-то, достаточно редко ослицы говорят. Это значит, что они не могут говорить? Или мы знаем пример одной ослицы, которая... Послушайте, и что я говорил, ребята, ну камни обычно не разговаривают. ну вообще, если надо, запьют. То есть, ну как бы, он не ограничен ничем. Понятно, да? Поэтому мы его тоже желательно, чтобы не ограничивали. Мы не можем ему говорить, этот не должен, он не молится, поэтому не должен. Нет, Бог может, навряд ли, но может. Он может даровать дар. Я знаю некоторые удивительные случаи, когда этого не должно было быть, но Бог это делал. Окей? Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого есть из вас псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет. Послушайте, если у меня есть язык, а у вас, то извините меня, как вы будете истолковывать, если я буду молчать? Для того, чтобы кто-то мог истолковать, я должен начать что? А значит, в собрании у меня есть право? Ну, это очевидно из текста. Говорит, когда вы собираетесь, у каждого есть, у этого одного, этого второго, этого третьего, и ты, значит, соответственно, можешь проявлять то, что у тебя есть. И никто не может сказать, так, тихо, ты говоришь на ином языке, пожалуйста, молчи, ты не имеешь права говорить, потому что мы все сошлись вместе. Здесь говорится, что ты можешь что-то делать. но говорится о том, что ты должен делать это в определенном, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или немного трое, и то порознь. А один говорит, ребята, стоять, говорите не все вместе, а по очереди. мало этого, нету запрета, есть что? Разрешение так говорить в собрании. Есть разрешение говорить в собрании на незнакомом языке. Или я плохо читаю? А откуда вы меня простите? до того, как я начну говорить, вы будете знать, что вы имеете истолкователь. Значит, я могу говорить? Только тогда он и появится. Понятно? Есть определенные стереотипы, которые говорят, нельзя, а Писание говорит, можно. Так нельзя! Писание пожалуйста, только пожалуйста, не вместе все. Очевидно, что в Коринфе существовала практика, когда они все одновременно это делали. Когда было пророчество на языках с истолкованием, они они вместе говорили так, что это все. Никто ничего не понимает, когда все говорят, все истолковывают, все это легкая каша. И знайте, что намного сложнее говорить на языках, чем пророчествовать в церкви. еще раз, намного сложнее говорить на языках, чем пророчество в церкви. Почему? Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Или и пророки пусть говорят двое или трое, а прочее пусть рассуждает. Если же другому сидящих будет откровением, то первые молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. Духи пророчествуют, послушные пророкам, потому что Бог есть дух, не устройство, но мир. И так бывает во всех церквях святых. Еще раз, сейчас, секундочку. Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и так, если вы обращаетесь к собранию, то вы должны и истолковывать. Понятно, да? То есть, если никто не истолкует, то кто должен истолковывать? Тот, говорит. Да. Да. Поэтому, если вы хотите обратиться к собранию, и никто не будет истолковывать, то вы будете истолковывать. Понятно, да? А если не будет истолковать, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Понятно, да? И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первым и во все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Другими словами, он устанавливает определенный порядок в церкви, как должны себя вести в том числе пророки. Есть люди, которые говорят, а я не могу сдержать. Не-не-не, тут написано, духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог есть Бог, не с ним Бог не устроится, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. У несвятых бывает разное. Жены в ваших церквях молчат. Все, точка. Согласен. Некоторые братья стоят, точка. Дальше можно вообще ничего не читать. Я бы тоже так хотел. Можно поставить жирную точку и дальше сказать, вычеркнуть все, что дальше. Зачем это? Уже все сказано, мысль понятна, но можно дальше прочитать. ибо не позволено им говорить. Ну, вот это тоже хорошее разъяснение. После этого можно точку поставить, не надо было. Еще быть в подчинении. Слушай, вообще хорошо. Так и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, кстати, то пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. О чем здесь вообще говорится? О чем здесь говорится? Вопрос даже не в этом. Вопрос как они говорили? В общем-то, для того, чтобы вы понимали, для того, чтобы вы понимали происходящее, я вам проиллюстрирую. Вы когда-нибудь были в Синагоге? Там мальчики и девочки сидят вместе? Отдельно. Теперь представьте себе, что какая-то девочка захотела у своего мужа, и мне еще как-то обратить на себя внимание, чтобы вы перестали общаться. Какая-то девочка захотела спросить у своего мужа, что ей стало непонятно вдруг в течение проповеди. Эй, Моня, чего он сказал, я не поняла? А Сара не согласна с ответом Мони, поэтому она спокойно может сказать, Изя, я не поняла, что он прав. Какой балаган начнется в собрании? Они сидели не рядом. И как вы себе представляете, это собраницы, шикарный вид, поэтому он говорит, слушайте, давайте вы будете молчать, если что хотите, то уже где? Дома. Дома. Вот это очередное разочарование, да? Да? Уже написали молчать, так молчать, что? Послушайте, мы можем прочесть в Новом Завете о пророчествующих женщинах. Интересно, где они пророчествуют? Дома? Тихо, чтобы никто не слышал. Омалящихся женщина. Где они это все делают? Да, 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 это не исключение из правил. Это нормально. Где? Дома? Так, чтобы никто не слышал? В церкви. Поэтому нужно понимать, о чем здесь идет речь. Понятно, да? Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, то да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди. Господне. А кто не разумеет, пусть не понимает. Все понятно? Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Извините, у меня куда-то все слетело. Я сейчас восстановлю текст у себя. То есть, ничего страшного, если кто-то не понимает. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить им. Где не запрещайте? Но большинство людей, которые претендуют на понимание, пытаются, что сделать? Запретить говорить языками в церкви. Дома нельзя запретить говорить языками. Можно запретить говорить языками только в церкви. Говорит, итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить. И если о пророчестве говорилось где? В церкви. То языка говорится в церкви. Понятно? Да, кто-то запрещал. И апостол Павел говорит, что, братья, не надо этого делать. Только все должно быть благопристойно и чинно. Вот критерий. Нельзя запретить говорить языками, но при этом должен быть определенный порядок. В общем-то, с моей точки зрения, если прочитать 14 главу Первого Послания Коринфянам, многое станет на свои места. Итак, подводя итог всему, что было сказано выше, мы видим о том, что есть нечто важное, о чем говорил Христос относительно погружения в Дух Святой. Все евангелисты вспоминали об этом обетовании, сказанном через пророка Иоанна Предтеча или Иоанна Крестителя. Ишоа говорил о том, что он умолит Отца, и он пошлет. Мы видим два различных переживания – принятие Духа Святого внутрь себя и исполнение Духом Святым. Это два отдельных переживания. И мы видим, что Ишоа передавал важнейшее значение для тех людей, которые прошли первое переживание – рождение свыше. Он говорил, это не все. Вы еще должны принять силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Мы видим в Писании, что свидетельством того, что они получили погружение в Дух Святой, было говорение на языках. Как понятных, так, в общем-то, мы видим в дальнейшем, и непонятных. Потому что в Коринфе они говорили, извините меня, сами не понимая, и другие при этом тоже не понимали. Но это было свидетельство сверхъестественного дара, который предназначен для всех верующих без исключения, но который, к сожалению, на сегодняшний день часть верующих отвергает из-за своего непонимания и неверия. Но этот дар предназначен для всех. И все, кто верит, могут получить простое наставление в вере и, соответственно, при их желании получить дар Духа Святого. Вопросы по теме есть? Нет? Ну, что я могу сказать?